так всем привет дорогие друзья с вами криптофтьев сегодня мы разберем рынок криптовалюты также разберем очень интересный новостной фон который способствует тому чтобы люди сейчас покупали bitcoin но на самом деле сейчас bitcoin покупать не нужно я объясню почему и ранее объяснял почему цена биткоина будет идти именно наверх да и а также в принципе я уже готов сделать видео отчет за март месяц как мы торговали в группе какая прибыль какие результаты и соответственно даже можно будет захватить кусочек апреля возможно кого интересует кусочек апреля в группы как мы торговали с ордерами пишите возможно вас это заинтересует и тогда я возьму еще кусочек апреля и собственно сделаем видео отчет за март и апрель 2020 года но вернее начало апреля что касается рынок криптовалют и рынок криптовалют целом у нас сейчас происходит естественно игроком заманивания мелких да и в то же время игрок крупный очень хорошо действует потому что тянет цену наверх как я ранее говорил да и естественно пока что мы уперлись под 50 мувинг пока что это ничего не означает мы вполне можем выйти за 50 мувинг и дойти до 200 что будет такое 200 мувинг во первых 200 мувинг это почти закрытие гэпа на 8200 долларов у нас остался гэп они не всегда закрываются сразу но они закрываются и естественно здесь и готовится фейковый выход за 200 мувинг а именно 8100 долларов сейчас принципе мы видим что 200 к проходит собственно фейковый выход для трейдеров а именно выход за 200 мувинг а он означает то что быки уже на рынок вернулись таким образом трейдеров естественно на конечно разведут да почему потому что здесь у нас уже произошел роста вернее коррекция в размере 84 процента вполне могут сделать коррекцию сто процентов почему бы и нет и таким образом уже потом сделать ретест зон которые отмечены здесь напомню вам что здесь нету какой-либо зоны поддержки но есть интерес у крупного игрока защищать уровень 5600 5800 долларов таким образом можно сказать что здесь потенциально у нас и есть та самая зона поддержки но и также зона поддержки есть 6600 6800 долларов тоже здесь есть то есть это к вопросу о том а где ставить стопы то есть это две зоны где вы можете располагать стопами подпирать то самое восходящее движение если мы говорим про где-то сделки и прибыли куда лучше то я считаю что стоп нужно ставить за отметку 7000 долларов потому что это психологически ключевая отметка мы долго здесь терлись и соответственно 7000 долларов это та отметка где же мы будем смотреть что будет дальше с рынком ну можно 100 поставить на 6970 долларов в принципе почему бы и нет чтобы в случае выбива стопов случае какого-то здесь пролива можно было сохранить движение до отметки 8000 долларов за биткоин а если мы говорим про другие инструменты альткоины да то естественно эфириум тоже и лайткоин у нас лайткоин а тоже вполне может сходить на 56 даже долларов до выйти здесь и заманить людей также в принципе эфириум у нас уже почти вышел за 200 и 50 мувинг у эфириума рисуется у нас значит крест смерти это не golden cross определенно и определенный инструмент я думаю пойдет ниже то здесь мы будем видеть и наблюдать боковое движение и боковое движение будет происходить до вот такого пересечения как только цена закрепится свыше мувингов то мы пойдем наверх определенно мувинге это не истинно последние инстанции также нужно смотреть на ланге ланговых позиций 27000 не много как хотелось бы при отметке там 32000 можно уже будет хорошо побрить ланговые позиции почему бы и нет опять-таки если мы говорим про новостной фон он очень интересные дело в том что майк новоградс он сейчас заявляет что деньги доллары это все фигня а почему потому что фрс печатает бесконечное количество долларов да и например мы видим что у нас идет аргическая печать денег и сейчас именно потрясающая среда для покупки биткоинов люди читая такие статьи и читая статьи от роберта киосаки комментарии по поводу того что сейчас происходит в мире люди делают и обычный читатель делает вывод что нужно инвестировать биткоин он идет и покупают биткоин но при этом биткоин что делает валится таким образом набирается ликвидность в новостной фон сбрасывается значит новости о том что дно пройдено что в принципе мы будем расти и так далее там подобное но с технической точки зрения мы никак не можем расти и никак сожалению не можем развернуться ну вот за столь такой малый промежуток времени если вы откроете месячный график и посмотрите что здесь происходит здесь банально происходит то что просто коррекция к вот этому падению и все пока что ничего такого сверхъестественного здесь не происходит то есть определенно в моменте в холлинге биткоин всегда падал лайткоин до холлинга упал за два месяца соответственно я считаю что действительно на этом нужно обратить внимание соответственно миллиардеры и в том числе роберт киосаки призывают покупать биткоин майк новоградс об этом писал 31 марта покупайте биткоин если сна недавно напомнил то что денег может быть бесконечное количество а вот биткоинов нет биткоинов именно ограниченное количество монет которые могут быть на майне на 21 миллион и соответственно это факт почему принципе нужно инвестировать bitcoin нужно покупать сейчас bitcoin таким образом у нас идет глобальная оргия печатание денег в один прекрасный момент когда мы вернемся к жизни твердые активы станут большой покупкой золото и биткоин мои два фаворита ну то есть речь идет о том что опять-таки печатать деньги можно сколько угодно но биткоины конечно они ограничены то есть это все очень хорошо идет в новостном фоне да опять-таки это интервью на cnbc cnbc часто там вообще зовет того же том ли который весь 18 год говорил про биткоин за 20 тысяч долларов в итоге концу 18 года мы увидели биткоин по 3200 долларов соответственно ну такое попса конечно а и опять-таки человек который не смотрит графики не разбирается он что он конечно зайдет и купит биткоин и таким образом наберется ликвидность крупного игрока чтобы пробить более возможно значимые уровни для него потому что если нету ликвидности ну как можно давить цену дальше давить цену дальше нельзя соответственно что нужно сделать нужно набрать ликвидность это все как дважды два если мы говорим про действительно новостной фонд то и роберт киосаки говорит что профессоров прс это идиоты конечно федеральная резервная система дело в том что вот почему доллар вообще умирает в 2018 году федрезерв напечатал четыре с половиной триллиона долларов чтобы спасти богатых в двадцатом году ферс должна будет напечатать 6-8 триллионов два из них триллиона трамп отдаст американцам по 1000 долларов до на время того что вот карантин ничего не работает людей практически нету зарплаты и поэтому найти вам по 1000 долларов это два триллиона будет выделено сша и может больше даже спасти экономику сша чтобы нужно будет еще больше возможно печатать триллионов долларов возможно даже сша напечатает и 10 триллионов долларов золото всего мира стоит всего девять с половиной триллиона долларов в то время как в двадцатом году ферс печатает почти 10 триллионов долларов вот в принципе и думаете что золото за все существование всего у него капитализация девять с половиной триллиона и то ли ферс которая собирается печатать 8 триллионов. Ну и покупайте настоящее золото, серебро и, соответственно, биткоин, советует Роберт Киосаки. Действительно, если мы будем говорить с точки зрения долгосрочного инвестора, то биткоин нужно покупать, нужно иметь биткоин, нужно иметь хотя бы один биткоин. И в то же время, с точки зрения того, рационально сейчас ли это делать, я скажу, что нет, определенно. Здесь нет формации на выход из коррекции, здесь нет формации на памп биткоина на 10 тысяч долларов, потому что шортовые позиции, они на минимуме практически, да, и, соответственно, я считаю, что не имеет вообще никакого смысла это делать. Опять-таки, если мы посмотрим на BitMEX, то есть практически побрили всех, кого могли. Сейчас вот лонги у нас растут, соответственно, растут они на бирже BitFenix, они также растут и на других биржах, на Binance, на BitMEX, да. И кого нужно будет брить? Естественно, лонги. А брить нужно будет лонги и это будут делать. Но, в принципе, игрок крупный еще имеет интерес протащить цену наверх, вплоть до закрытия гэпа убиваются два зайца, да, то есть набирается ликвидность, закрывается гэп, идет фейковый выход за 200 мувинг и потом, в принципе, биткоин падает на 2000 единичек, это на 6000 долларов. То есть, вообще, идеальный сценарий для ликвидности, для того, чтобы, в принципе, обрушить рынок, да. То есть, крупному игроку нужно заработать и он это будет делать. То есть, знайте, что никогда биткоин или тот или иной инструмент не вот так вот выходит, то есть быстро, да, то есть за два месяца. То есть, он выходит раз, два, три, четыре, пять месяцев и мы идем на параболику. Соответственно, 4-5 месяцев после халвинга, то есть, я думаю, что это месяца 3-4, а в сентябре-октябре мы уже будем видеть, ну, поинтереснее рынок. Я считаю, что в ноябре уже рынок будет на пике. Вот, ну, а там, конечно же, посмотрим. То есть, я уверен в том, что это то, что сейчас происходит, заманивание людей. Нужно чуть-чуть переждать, а биткоин обязательно рано или поздно вырастет. Всем удачи, Симка, и до новых встреч.